Посмотрите на экран. А теперь вокруг. Его не видно, но нас всегда окружает газ. Газ, который нас окружает, это воздух. А воздушную оболочку Земли мы называем атмосфера. Почему воздух не покидает нашу планету? Ведь хаотично двигаясь молекулы газа, должны были покинуть нашу планету. Так как на газ действует сила тяжести, она и удерживает газ вблизи поверхности Земли. Рассмотрим нижний слой атмосферы. На него действует верхний слой. А по закону Паскаля давление газа передается во всех направлениях одинаково. Это и есть атмосферное давление. Атмосферное давление. Это давление воздушной оболочки Земли. Проведем опыт. Возьмем сосуд с водой. Перевернем его. И мы заметим, что вода из сосуда не выливается. Почему? Нажми на паузу и подумай. Да, жидкость удерживается атмосферным давлением. Оно действует на жидкость снизу. А по бокам и сверху атмосферное давление действует на стенке сосуда. А как измерить атмосферное давление? В середине 17 века итальянский ученый Терричелли проделал следующий опыт. В стеклянную с одного конца запаянную трубку длиной около метра заполнил ртутью и плотно закрыл. Перевернул трубку и поставил в чашу с ртутью. Оказалось, если открыть трубку в чаше под ртутью, то часть ртути из трубки вытечет в чашу. А в трубке останется столб ртути высотой 760 мм. Он объяснил это тем, что атмосферное давление действует на ртуть в чаше и передается во всех направлениях, в том числе и в стеклянную трубку. Так как в стеклянной трубке ртут находится в равновесии, то давление атмосферное и давление в трубке одинаково. Поэтому атмосферное давление можно измерять в миллиметрах ртутного столба. 1 мм ртутного столба равно 133 паскалей. Нормальное атмосферное давление считается равно 760 мм ртутного столба. Или 1 атмосфера равна 101 293 паскаля. Для расчета в задачах нормальное атмосферное давление будем принимать 100 кПаскалей. Обозначается нормальное атмосферное давление буквой П нулевое. Нетрудно посчитать, что сила атмосферного давления в среднем на взрослого человека приблизительно равно весу 15-тонного автомобиля. Но мы справляемся с такой нагрузкой, так как внешнее атмосферное давление уравновешивается давлением жидкости внутри нашего организма. Приборы для измерения атмосферного давления называются барометрами. Простейший барометр является сосуд с ртутью и трубкой из опыта Торричелли. Однако ртуть вредна для человека, поэтому в основном используются металлические барометры-анероиды. Рассмотрим его. Барометр-анероид – прибор, который показывает атмосферное давление. В дождливую погоду давление понижается. В ясную погоду давление повышается. Как работает барометр-анероид? Рассмотрим устройство. Основной частью барометра-анероида является гофрированный сосуд, из которого откачан воздух. При изменении атмосферного давления изменяется сила давления на данный сосуд. И с помощью системы рычагов стрелка отклоняется в сторону. Манометр – прибор для измерения разности давления в сосуде и атмосферного давления. При подъеме на каждые 12 метров атмосферное давление убывает на 1 миллиметр атутного столба, а приборы, измеряющие высоту по такому принципу, называются альтиметрами. Альтиметры используются альпинисты при подъеме в горы. Атмосферное давление играет важную роль в нашей повседневной жизни. Благодаря ему в пипетку, в шприц мы можем набрать лекарства. А вакуумная присоска может удержать достаточно большой груз. Подведем итоги. Газ имеет вес. Он очень малый. Газовая оболочка Земли называется атмосферой. Нормальное атмосферное давление обозначается буквой П нулевое. Оно равно 760 миллиметров атутного столба или 101 293 паскаля. Атмосферное давление измеряют барометрами. Решим задачу. В классе на первом этаже будет показывать давление 760 миллиметров атутного столба. А на берегу озера 762 миллиметров атутного столба. Определите, на какой высоте над уровнем озера расположена школа. Запишем тонно. П1, П2. Найти высоту. В решении мы найдем разность давления, который показывает барометр. Получаем 2 миллиметра атутного столба. С учетом того, что при подъеме на каждые 12 метров атмосферное давление убывает на 1 миллиметр атутного столба, тогда получим высота 24 метра. Ответ. H равно 24 метра. Решим следующую задачу. Рассчитайте силу, с которой воздух давит на поверхность стола длиной 1,2 метра и шириной 0,6 метров. Атмосферное давление считать равным 10,5 паскалей. Останови видеоролик и реши задание самостоятельно. Запишем дано. Длина равна 1,2 метра. Ширина 0,6 метра. Атмосферное давление 10,5 паскалей. Найти силу F. В решении запишем формулу, по которой найдем силу, с которой воздух давит на поверхность стола. F равно P умножить на S, где S – это площадь поверхности стола. Найдем площадь поверхности стола. По формуле S равно длина умножить на ширину. нам известно длина и ширина стола. Подставим значение и найдем площадь поверхности стола. С равно 0,72 метра квадратных. Подставим формулу расчета силы. Получим 72 тысячи ньютонов. Ответ. 72 тысячи ньютонов. Сила, с которой воздух давит на поверхность стола. Сила. 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 Сила.